МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он стал более мужественным, он стал более серьезным, более ответственным. Это человек, который переводчик. Это человек, который не держит оружие. Он довольно требовательный. Он изменяет и себя, и их. У людей, танцующих танго, есть своя традиция. Отмечать день рождения тогда, когда первый раз прикоснулся к этому искусству. Я знаю, что мой танго день рождения 19 января. Вот уже шесть лет у Алексея Гавриса есть два дня рождения. А все благодаря своему другу, для которого так старательно вместе выбирали танцплощадку. Он в танго пришел за компанией, потому что у нас был договор, что я пойду с ним на аргентинское танго, а он со мной на тайский бокс. И так вышло, что он не смог тогда прийти на первый урок, а я уже пришел, отступать было некогда. Решительный, целеустремленный, ответственный, галантный Алексей сроднился с танго. Первые восемь месяцев занятий пролетели мгновенно. Все это время он практически не пропускал уроки. Переводчик по образованию он даже не подозревал, что уже через несколько лет танго станет для него воздухом, спасет его и многих других ребят от депрессии, а еще вернет желание жить. Если у меня не получалось попасть на урок, это была для меня такая трагедия, такой кризис. Я считал, что жизнь несправедлива, я не успеваю на танго. Чтобы успеть, приходилось даже убегать с работы. Он танцевал, вечерами уроки, далее практика, мелонги. Это стало стилем жизни. О таком стиле не сразу рассказал родителям. Отец узнал об увлечении сына едва ли не с красочных афиш. Но отец не стал возражать единственному сыну. Сейчас родители восхищаются им. За короткое время, всего за шесть лет, он смог научиться танцевать превосходно. И это уже в возрасте 26 лет. Танго несколько раз резко повернула жизнь Алексея. На одном из танго-вечеров он познакомился со своей нынешней женой Ольгой. Стройная, высокая брюнетка с большими глазами понравилась парню сразу. Но закружиться с ней в танце он смог не сразу. Ожидал почти целый вечер. Если девушка хорошо танцует, то она много просиживать не будет. Поэтому, конечно, приходилось ее иногда подстерегать. И она ответила ему взаимностью. Тогда им казалось, что у них вся жизнь впереди. Фестивали, яркие огни, божественная музыка танго от 30-х годов. Впереди жизнь, наполненная яркими впечатлениями, сногсшибательными приключениями, мечтами и их исполнением. Но вместо праздничных фейерверков полетели грады. На глазах у Алексея вместо огней танцплощадки разрывались мины, мелькали окопы, кровь. У одних друзей ранения оказались несовместимы с жизнью. Другие остались инвалидами на всю жизнь. Алексей и сам два раза попадал в госпиталь. И снова возвращался на войну. Он, как и тысячи ребят, защищая Украину, свой дом, своих родных, любимых и близких ценой своей жизни, не считает себя героем. Вспоминать войну он не любит. И до сих пор, когда играет музыка, содрогается от неожиданных громких звуков. Он сразу становился другим. Он как-то, оно все возвращалось, и в его голове я говорила, все ли нормально, все хорошо, нормально себя чувствую. Да-да-да, окей просто. Ну вот, что-то, что-то навеяло. Алексей оставил за собой мирный Киев. Отправился туда, где разрываются запрещенные бомбовые кассеты. Он ушел, как и сотни других ребят, в черном бронежилете и каске, еще не зная, что это снаряжение не сможет уберечь его жизнь. Про то, что каска не защищает вот это вообще ни от чего практически, я тоже особо не задумывался. Понемножку нам всем поменяли. Через какое-то время у всех были нормальные кевларовые каски. Он ушел добровольцем, офицер запаса, переводчик. Не вслужил срочную службу, а понятие о ней имел только по занятиям за партой военной кафедры. Трижды он приходил в военкомат, чтобы его призвали защищать Украину. Но по иронии судьбы получал отказы. Сначала говорили, что офицерам не берут. Потом он сам отказал призывной комиссии, когда ему предложили охранять всего лишь Киев в глубоком тылу. В Киеве, у моста где-нибудь я могу и так постоять, поохранять. О том, что сын три раза просился на войну, родители даже не подозревали. Я узнала об этом тогда, когда он уже прошел комиссию, и за день до того, как я его увезла в военкомат. Не знала о таком решении и его девушка. Это была тайна. И только спустя полгода он рассказал о трех попытках. Для меня говорил, что его забирают, как бы ему пришла повестка. Мне много кто не верил, мои родители не верили. Говорили, да ладно, заберутся, на месяц куда-то вернется. Что ты ревешь? Хватит, перестань. Ну а для меня это, конечно, было огромнейшим ударом. Его решительность и целеустремленность и здесь сыграла свою роль. Четвертого раза не было бы. Четвертого раза не было бы, потому что я вот третий раз шел, и я понимал, что я как дурак хожу туда-сюда обратно и прошусь, говорю, мобилизуйте меня. Если я им не нужен, то я не буду больше ходить. Вот трех попыток вполне хватит. Но вопрос, почему же ему, молодому перспективному парню, не сиделось дома, отвечает просто. Я смотрел на свое окружение, и я не увидел там ни одного человека, который пошел служить. Воспоминания до сих пор оголяют его раны. Он не скрывает, что там, в окопах, на передовой жизнь воспринимается совсем иначе. Кажется, что она проходит мимо, а ты совершенно никому не нужен. Все живут точно так же, только ты один сидишь в окопе с теми людьми, с которыми ты находишься. Чувствуется, как будто ты брошен, никому эта война не нужна. Я думаю, эти мысли не закрадываются, а эти мысли, эти ощущения у каждого, кто был на службе, кто был на службе. И даже когда ребята возвращаются домой, эти мысли не покидают их, разъедают душу. Алексей принялся помогать себе и другим. Он не чувствовал себя брошенным или отвергнутым, но знал, нужно что-то с этим делать. Сделай из креста колесито, но доведи ее, чтобы она поменяла ножку, и у нее будет свободная нога, удобно. Их база в Димитровке уничтожил противник. Все сгорело, поэтому их перевели в село Райгородка. Именно там, в атмосфере эмоциональной подавленности, Алексей загорелся желанием организовать досуг местных жителей и его подразделения. Но пригласить людей в Дом культуры было бы полной безответственностью. Ведь для противника все стали бы идеальной групповой мишенью. Даже вслух он не мечтал о танцах, о танго и ждал более подходящего момента. Вот так танцевали уже потом, в Старобельске. Он договорился с местным Домом культуры, обошел медицинское училище в поисках партнерш, развесил афиши о танго в клубе. Именно в Старобельске был относительно спокойный период, ведь это не первая линия, а тыл, вспоминает Алексей. Оттуда подразделения выезжали на боевые задачи, у каждого была своя. Именно тогда танго, которое изменило его жизнь, Алексей стал воспринимать как способ реабилитации и для себя, и для других. Дело в том, что в танго мы очень много работаем не только изучая движения, какие-то связки, элементы. Очень много построено танго на понимание себя. Это уже после. Девушки ходили к ним на танцы, а в первый раз из многих приглашенных пришла только одна, самая храбрая. Наши ребята ее завезли домой. Они серьезно были удивлены, как далеко она живет, и сколько всего, ну, какую дистанцию она собиралась пройти, там, другой конец города. Алексей опасался, что его подразделение перестанет ходить на танго. Причина проста – нет партнерш. А друг с другом парни не танцуют. Отдать официальную команду ходить на уроки он не мог. Я слишком уважаю танго, чтобы солдатам выдавать приказ ходить на уроки. Не бывает танго из-под палки. Вместе с бойцами закружились в танцы девушки-студентки медицинского училища. Никто не пропустил ни одного урока. У ребят была возможность на полтора часа почувствовать себя иначе. Благодаря танго они забывали про казармы, окопы, про артиллерию, которую постоянно вела огонь. Они чувствовали себя людьми, а не военнообязанными. Если бы вы видели ребят, которые учатся танцевать танго, особенно на первом уроке, вы бы увидели, что у них в глазах неуверенность, страх, сомнения постоянные, сомнения в том, что они делают. Увидеть бойцов в таком свете – это довольно необычно. Но это нормально для всех, кто учит танго. Кто учился танго, тот знает, говорит Алексей, что этот танец вскрывает много внутренних проблем, комплексов, о которых люди могут даже не знать. А иногда нужно просто закрыть глаза. Танго заставляет человека прислушаться к себе. Когда мужчина приходит в танго, это может очень хорошо дать ему почувствовать, что он кому-то нужен. Что люди хотят с ним танцевать, что девушки хотят его обнимать. Он слышит, что у него хорошо получается. И чаще всего это не пустые слова, чаще всего те ребята, которые к нам приходят, у них действительно хорошо получается. Если бы в детстве Алексею или его родителям сказали, что он станет танцором и с помощью танца будет вытягивать нуждающихся из сложных жизненных ситуаций, они вряд ли бы поверили. В детстве я хотел заниматься боксом, потому что я был маленьким и толстеньким, и меня били одноклассники. Я пришел к родителям, сказал, что я хочу заниматься боксом, чтобы иметь возможность постоять за себя. И родители отдали мне на аэробику. Я делал солнышко, ласточку, колесико, на шпагатик пытался сесть. В общем, по-моему, от этого били меня не меньше. Он был обижен, что родители не послушали его. Но он меньше всего хотел огорчать родителей и продолжал ходить на занятия. Сейчас, спустя годы, при каждом удобном случае вспоминает, как родители его вместо бокса отдали на аэробику. Я вот так вот поступила чисто по девчащине. Хотела что-то такое, чтобы было красиво, элегантно. И может быть именно то, что больше нравится мне. Хотя, наверное, это не совсем правильно, потому что мальчики все равно утервутся таким видом, который делает их мужественными, сильными. Ну и в результате все-таки он долго не походил. Я скажу с пословом про эту разгрузку. Это называется ремневая разгрузка. Они носят в основном... Единственный сын для отца теперь герой. И даже тогда в маленьком пухленьком мальчике, который шел на занятия крутить солнышко, он видел задатки будущего спортсмена. И пусть Алексей не стал спортсменом, он все же достиг своей цели. Радуется отец. Сейчас он гордится сыном не менее прежним. А на весеннем открытии школы танго Сергей Гаврис не выпускал из рук свою маленькую камеру. Ему по-отцовски важно запечатлеть каждое движение сына. Я удивлюсь, что такая дитинка выросла по нашим поняттям, но очень продвинутую танцевальную программу с Ольгой. И мы очень рады этому напугу, его захопление. Хожу на танцы к Леше, но хожу всего полгода. Он меня заразил своим увлечением, даже это не увлечение, это его действительно своим делом. Я хожу очень регулярно, мне очень нравится. И сейчас вот уже могу сказать, что я дома появляюсь мало. Вздыхая, отец продолжает разговор не на камеру. Говорит, сын изменился и стал взрослее благодаря или вопреки 13 месяцам, которые провел на войне. Не сдерживает слез и мама Алексея. На мой взгляд, да. Он стал действительно более, ну не то чтобы серьезным, он стал взрослым мужчиной. Да, он уходил туда, не скажу, что мальчиком, нет, но еще не таким зрелым, как вернулся оттуда. Что люди там взрослеют, но при этом их время остановилось. Да, и жизнь у нас в городе течет, развивается и движется, а он как будто чувствует, что он остался еще тогда. И вот я называю для него, это вот этот был таким синдромом тяжелым, когда ты чувствуешь, что ты теряешь свое дорогостоящее жизненное время, когда мир проходит, жизнь проходит. Вернуться в свою жизнь, помочь себе и другим Алексей решил твердо. После войны открыл школу танго. Для ветеранам занятия бесплатные. Его школа, в первую очередь, реабилитация для тех, кто защищает Украину. Допустим, уехал куда-то неделю, не позанимался, не потанцевал танго, и что-то уже в жизни не хватает, не понимая, что, приехал, потанцевал танго и понял. А, это танго было. Почему именно реабилитационные свойства я очень так наделяю танком? Потому что нашим бойцам, которые возвращаются со службы на передовой, с зоны боевых действий, они чаще всего чувствуют себя никому не нужными, очень часто. Даже если среди них есть их друзья, их семьи и тому подобное, они знают, что эти люди, их не понимают так хорошо, как их понимают сослуживцы. И иногда людям просто нужно почувствовать себя нужными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok